В 18-й раз прошла прямая линия с Владимиром Путиным. Началась она в 12 часов дня, по московскому времени продолжалась более 4 часов. Поступило больше миллиона вопросов. Задавали их Владимиру Путину через сайты, по телефону, смс и соцсети. И к региональной повестке. Защитить честь своего района. Такая задача стоит перед кадетскими отрядами, которые съехали со всей республики в оздоровительный лагерь «Звездный» и под Цивильском. Сегодня там дали старт финальным играм за Орница и Орленок. Подробности у Дмитрия Ковалева. Эти ребята прошли через сито отбора, став победителями районных этапов. Заветные путевки в финал получили более 800 кадет. Конкуренция за призовые места довольно серьезная. Это невероятный труд. Надо настоящую выносливость и дисциплину иметь, чтобы пробиться на эти достаточно большие игры. Я считаю, что это как бы сплочение духа во время этих игр идет. А не столь важно, кто победит, а кто проиграет. Стрельба, сборка-разборка автомата, спортивный туризм, кросс. Программа финального этапа насыщена. Наравне с юношами курс молодого бойца проходят и девушки почти без поблажек. У девчонок получаются почти те же самые нормативы, но имеются поблажки в виде того, что нам даются более высокие баллы, чем мальчикам. К примеру, вот мальчики пробежали за одно и то же время, но нам дается, к примеру, в два или три раза больше баллов, чем им. Такой опыт мне даст, буду знать многое, к примеру, как туризм, может как-нибудь в жизни пригодится. Стрелять тоже могу научиться, надевать различную форму, к примеру, ОЗК, может где-то понадобиться, показать там мастер-класс, первую помощь буду знать лучше. Сегодня кадеты сдавали нормативы по строевой подготовке. К этому дню готовились не одну неделю. В последнее время в республике растет количество кадетских отрядов, а это значит, интерес к истории Родины ее военным страницам неподдельный. Глава региона отметил, что в патриотическом воспитании молодежи большую роль отводят и поисковому движению. Сегодня 38 организаций ведут эту общественную работу, это тоже нам очень важно. В следующем году отмечаем уже 75-летие победы в Великой Отечественной войне советского народа. И я рассчитываю на наших уроженцев, на поисковиков. Лучшие поисковые отряды получают гранты главы региона. А на кону финалистов игр «Зарница» и «Орленок». Путевки на престижные турниры округа. Вы готовы к победам? Да! И практически это очень хорошая школа. И эти дни, эти часы запомнятся вам в вашей жизни на долгие-долгие годы. Сегодня с уверенностью можно сказать, что молодежь юной армии готова к новым спортивным и творческим совершениям. И сегодня же Михаил Игнатьев встретился с вновь назначенным главой администрации района Игорем Николаевым. В приоритете развития малого бизнеса, погашения долгов за услуги ЖКХ и благоустройства улиц. Район для нас он значим, потому что и реальный сектор экономики развивается, малый и средний бизнес, хорошее развитие получил. И общественное пространство улучшается. И с точки зрения, конечно, самих населенных пунктов, где там ФАПы должны строить, в программе там. Начало строительство детского сада на 240 мест. Тарги прошли. Глава региона отметил, что муниципалитет имеет большой потенциал и его необходимо эффективно использовать. Дмитрий Ковалев и Павел Иритков. Республика.